Христианство Христианство существует уже две тысячи лет. Но как часто христианство сводится просто к принципам, которые люди не знают, как применить в реальной жизни? Как часто вы слышали, что люди сводят христианство просто к тому, что нужно ходить в церковь? Нужно молиться, нужно читать Библию. А что дальше? Не знаю. Как эти принципы влияют на мою реальную практическую жизнь? Как христианство реально влияет на мою жизнь дома, на мою жизнь здесь в церкви, на то, как я работаю? Каким образом христианство вообще влияет на все вокруг меня? В прошлый раз мы начали изучение третьего послания Иоанна. Третье послание Иоанна очень важное и очень практичное послание. И я бы хотел показать, каким образом это послание вписывается во все три послания Иоанна. Потому что, ну, я так думаю, что Иоанн, мы точно не знаем, конечно, но я думаю, что Иоанн писал эти три послания где-то примерно в одно и то же время. Или, может быть, с небольшим разрывом. И поэтому я бы хотел показать вам, в чем же основная была причина написания первого Иоанна. Очень быстро. Причина написания второго послания Иоанна и третьего. Первое послание Иоанна было написано для широкой аудитории. Для церквей, скорее всего, церквей Малой Азии, современной Турции. И проблема, которую адресует апостол Иоанн в первом послании Иоанна, записана во второй главе первого послания Иоанна. Если вы откроете первое послание Иоанна, прямо рядышком с третьим посланием Иоанна, если вы еще не открыли третье Иоанна, то открывайте. Но откройте вы на первом Иоанна, второй главе. Первое Иоанна, вторая глава, 18 стих. Посмотрите, что там пишет Иоанн. Иоанн пишет, вторая глава, 18 стих. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли от нас, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. И дальше. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Основная проблема, я надеюсь, вам здесь очевидно было. То есть Иоанн много пишет о любви, Иоанн много пишет о истине, но здесь он показывает, что проблема в том, что появилась группа людей, людей, которые не признавали Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Они не признавали Его как Мессию, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия какие? Мы не собираемся соблюдать Его заповеди. Если Он не Мессия, зачем мы будем слушать Его? Мы не будем любить братьев, потому что любовь – это то, что нам заповедовал Иисус. Мы не принимаем Его как Мессия. Ну и, соответственно, жизнь не раскаянная в грехе, не желание принимать наставления – все с этим связано. Именно поэтому чуть дальше в 4 главе 1 послания Иоанна, посмотрите 1 стих, Иоанн продолжает эту тему, он говорит в 1 стихе 4 главы «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире». И дальше он говорит «Духа Божия, духа заблуждения, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога». И он так повторяет «Это дух Антихриста, которым вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». Итак, это была проблема, которую Павел адресует в 1 послании Иоанна. И он адресует ее большому кругу людей – церквам Малой Азии, современной Турции. После этого Иоанн пишет второе послание. Второе послание Иоанна, небольшое. И написано оно, если вы посмотрите, откроете буквально одну страницу, переверните, написало на его избранной госпоже и детям ее, которых он говорит «я люблю поистине». То есть, смотрите, аудитория уже серьезно сужается. А то было написано всем церквам, многим людям, здесь уже одной семье, избранной госпоже и ее детям, которых Иоанн говорит «я люблю поистине». Какова же основная причина написания второго послания Иоанна? Посмотрите на седьмой стих второго послания Иоанна. «Ибо, пишет Иоанн, многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего в плоти». И дальше он говорит «такой человек есть обольститель» и смотрите опять «и антихрист». Но в чем проблема была? Девятый стих. «Всякий, приступающий в учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христово имеет и Отца, и Сына». И десятый стих как раз проблема. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Скорее всего, что получилось? В Павеле, возможно, та же самая группа, которую Иоанн адресует в первом послании Иоанна, которые говорили, что Иисус Христос не был Мессией, что Он не был настоящим Богом, что Он не был во плоти. Скорее, возможно, эта же группа, они разошлись и стали ходить и нести эту истину по разным церквам. И они стали приходить к разным людям, и люди их принимали у себя и слушали их учения. Так вот, Иоанн здесь говорит, если они к вам пришли, если они вам не несут истину, не принимайте их, не слушайте. Они несут дух Антихриста. После этого Иоанн пишет третье послание Иоанна. Третье послание Иоанна, смотрите, кому адресовано. Адресовано возлюбленному Гаю. То есть, если мы говорим, первый Иоанн всем людям, второй Иоанна, аудитория сужается церкви или домашней церкви, или одной семье, скажем так, госпожи и ее детям, третье послание очень личное, возлюбленному Гаю. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали все послание, потому что, когда мы прочитаем все послание, я думаю, вы сможете увидеть, в чем же была основная причина написания этого послания. Смотрите, Иоанн пишет третье послание Иоанна, первый стих. Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражая злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Дмитрий засвидетельствовал всеми и самую истинную. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство – наша истина. «Много имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствую тебя, друзья! Приветствуй друзей поименно! Аминь!» Я надеюсь, что вы смогли увидеть немного, куда Иоанн направляет это послание. То есть, если мы говорим, 1 Иоанн он написал большому количеству людей, написал разным церквям, он говорит, смотрите, появились люди-лжеучители, появились, которых он называет антихристы, то есть они идут против Христа. Это не тот самый последний антихрист, который явится в последнее время. Он говорит, появились те люди, которые против Христа. Он называет их антихристы. Почему? Потому что они против Христа, потому что они говорят, что Христос не тот, за кого он себя выдавал. Во втором послании он пишет уже более узкому кругу людей, пишет в семье, может быть, в семейной церкви, и он говорит, если такие люди приходят, не принимайте их, вы не хотите иметь ничего общего с ним. В третьем послании Иоанн он пишет одному человеку, Гаю, любимому человеку, который он говорит, возлюбленный мой, люблю тебя очень сильно. Но пишет ему, он говорит, если пришли хорошие люди, о которых мы будем говорить сегодня, он говорит, их принимай, потому что есть такие, которые приходят, служители истины, они их не принимают, Как он говорит, диатреф, он их не принимает, более того, те, кто принимает, он их изгоняет из церкви. Он говорит, служителей истинной нужно принимать. Итак, к чему мы подошли? Интересно, что второе, третье послание Иоанна акцентирует серьезно вопрос гостеприимства. Вообще вопрос гостеприимства был невероятно важен в тот момент. Я не знаю, хотя бы вы немножко знакомы с тем образом жизни, который был раньше, но не было гостиниц, отелей, резортов или еще что-то подобного. То есть люди не могли просто так прийти куда-то в город, пойти, поселиться в гостинице. Ну, почти невероятно было. У нас в наше-то время, я вспоминаю, когда мы решили переехать с одного штата сюда, с Колорадо. И мы решили поехать, и я подумал, да зачем снимать гостиницу? Поедем просто так, и по месту, где там доедем, остановимся и снимем гостиницу. Ну, едем, 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 едем. Уже становится темно, я понимаю, что гостиницу нужно где-то искать. А где искать, не знаю, потому что заранее не позаботился об этом. И вот мы заезжаем в первый ближайший город, и я понимаю, что просто так я там сейчас ничего не найду. Более того, я понимаю, что если я найду, вполне возможно, она не будет свободной. И я начал себя ругать. Ну, как я так мог поехать, чтобы не позаботиться о том, где мы будем ночевать? В то время люди так не могли сделать. В то время люди во многом переживали. Кстати, если вернуться к моему вопросу о гостинице, мы все-таки нашли гостиницу. Я все-таки набрал, где есть гостиница, несколько гостиниц, нашел, и мы переночевали в гостинице. Нормально. Но просто я к тому, что в то время у людей не было такой возможности. Более того, если вдруг люди каким-то образом оказались вне города, а город был окружен стенами, если они оказались вне города, они оказывались в серьезнейшей опасности от разбойников, от различных бандитов, которые постоянно шныряли по всем этим дорогам и пытались ограбить людей. Поэтому люди всегда к ночи пытались прийти куда-то в город, в стены города закрытой, где охранялась. И им нужно было где-то переночевать, поэтому гостеприимство было просто невероятно важным вообще на тот момент идеей. Ну, просто вспомните день Пятидесятницы в Иерусалиме. Туда пришли все евреи, они покаялись. И там написано, помните, три тысячи человек покаялись сразу. Эти люди куда потом делись? Большинство из них сказали, мы, наверное, домой не пойдем, нам здесь нравится. Здесь церковь, мы хотим быть в церкви. Три тысячи человек. И представьте, на тот момент церковь Иерусалима должна была принять всех этих людей у себя. Каким-то образом разместить. Более того, в древнем мире вообще гостеприимство было абсолютно нормально, даже в обычном светском обществе. Ну, странники у них находились, или странники-путешественники находились под покровительством так называемого бога Зевс Ксеносис. Нет, Ксениос. Ксениос значит странник на греческом. И вот они говорили, что если ты хочешь получить благословение от этого бога Зевса Ксениоса, ну, ты должен принимать странников, ты должен их принимать у себя. Если нечестивые люди были гостеприимными, насколько большими такими должны быть верующие? И, кстати, Новый Завет нас к этому призывает. Ну, как минимум, первое послание Петра, 4 глава 9 стих говорит, будьте странно любивы друг к другу без ропота. Римлянам 12.13 говорит, ревнуть о странноприимстве. Если вы помните, говоря о качествах пресвитера церкви, 1 Тимофея 3 глава, 1 Титуль 1 глава, одно из качеств, знаете, какое пресвитера церкви? Какое? Быть странно любивым. Это одно из качеств пресвитера – быть странно любивым. Странноприимством или принимать к себе, или быть гостеприимным, должны были заниматься все верующие, но пастыры или пресвитеры должны были быть образцом в этом, поскольку это была самая насущная нужда в то время, или самая большая нужда, и это было самым простым проявлением любви верующих друг к другу. И поэтому люди принимали других у себя постоянно дома, дом вообще был центром всего. Опять же, если вспомнить, что происходило в начале основания вообще церкви, вы помните, зданий не было. Вот такого здания, как у нас, у них не было. Даже половину нашего здания у них не было. Если кто из вас бывал в Израиле, и вы видели, какие у них там дома, то вы понимаете, что эти дома, ну, я вот не знаю, наверное, совсем малюсенькие. Но все вращалось вокруг дома. Дом был для общения, дом был для наставления, дом был для преломления хлеба, для поклонения, для ученичества, для благовестия и так далее. Поэтому вполне естественно было открывать свой дом для странствующих верующих. Но во втором послании Иоанн говорит, вы должны быть рассудительными. Вы должны понимать, кого вы пускаете к себе в дом. А при этом в третьем послании он говорит, понимая, кого вы пускаете, пускайте тех, кто благовествует ищет. Иоанн называет себя старцем. Пишет возлюбленному Гаю, и он пишет очень реальную, практическую христианскую жизнь, показывает того времени. И здесь, как мы с вами говорили, встречаются два важных слова. Истинная любовь. И это понятно, потому что истина является основанием любви. И все это послание я разделил на три части. Три части. Чтобы вы просто знали, куда мы движемся. Первая часть, которую мы рассматривали в прошлый раз, это христианская жизнь, как жизнь в истине. Или практическое христианство, как жизнь в истине. И я просто напомню, что в тот раз мы говорили о том, что когда Иоанн пишет Гаю, я люблю тебя по истине. Он говорит, ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости слышать, что дети мои ходят в истине. И он постоянно его называет возлюбленной, возлюбленной. То мы говорили, что действительно жизнь в истине производит любовь. Прежде всего, любовь. Самое ценное, что производит жизнь в истине, это любовь. Но также мы сказали, что жизнь в истине приносит радость, потому что Иоанн пишет, я весьма обрадовался. И помните, мы говорили, весьма это настолько радостно, что просто нет ничего больше радостного, чем знать, что вы ходите в истине. Почему? Почему Иоанн так радовался, что они ходят в истине? Да потому что, если он видел, что они ходят в истине, он знал, что они истинно дети Божьи. И, конечно же, мы сказали в прошлый раз, что жизнь в истине обязательно будет подвержаться другими людьми. Итак, это первая часть. Жизнь в истине. С первого по четвертой стихи. С пятого по восьмой стихи идет вторая часть. Я ее назвал сотрудничество в истине. Или соработники истины. Или сотрудничество для распространения истины. Эту часть мы рассмотрим с вами сегодня. И с девятого по пятнадцатой стихи будет третья часть, где говорится, что практическое христианство показано как подчинение истине. Друзья, для того, чтобы нам разобрать с вами вот эту вторую часть, с пятого по восьмой стихи, я хочу, чтобы мы прочитали ее еще раз. Прочитали эту часть еще раз, чтобы вы увидели, как Иоанн передает именно соработничество в истине в этой части. Посмотрим, что Иоанн пишет. Он говорит, возлюбленный, ты как верно поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. И дальше он говорит восьмой стих. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Интересный вывод сделал Иоанн. Заметили? Он говорит, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Слово с поспешниками. Если я спрошу, кто из молодых людей сможет мне ответить, что это значит, с поспешники. Я даже не знаю, что если не молодые люди смогут ответить, что такое поспешники. Оно по-русски даже сложно произносится. Но буквально это слово означает соработники. То есть с кем-то работать вместе. И Иоанн здесь говорит, мы можем стать соработниками в распространении истины. Опять же, это самое ценное. Это то, чему Иоанн радовался. Он радуется, когда кто-то ходит в истине. А здесь он говорит, вы можете не просто ходить в истине, вы можете помочь другим людям ходить в истине. Вы можете стать соработниками в истине. Очень часто люди могут говорить, ну мы незаметные, мы неспособные. Как мы можем каким-то образом распространять истину? Мы ничего не можем сами делать, тем более донести истину до других. Нет, это не наша задача. Но на основании того, что Иоанн здесь говорит, в этом маленьком послании, даже в этих четырех стихах, я хочу сказать, что абсолютно, абсолютно каждый верующий может быть соучастником или соработником в распространении истины. Друзья, каждый из вас может быть соучастником в распространении истины. Вы сейчас, наверное, спрашиваете, а каким образом? Так Иоанн здесь говорит о двух действиях. Двух действиях, которые нужно предпринять, чтобы стать соработниками в истине. Два действия. Я надеюсь, что они будут для вас довольно-таки простыми, чтобы запомнить и чтобы потом их реально применить в своей жизни, потому что мы говорим, это практичная жизнь, практическое христианство. Итак, два действия. Первое действие, о котором говорит Иоанн, он говорит, первое, что вам нужно делать, чтобы стать соработником в истине, это принимать служителей истины. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что, возможно, кто-то сейчас сидит и думает, откуда ты это взял, где ты это нашел. Давайте посмотрим, и я вам попробую показать. Смотрите на пятый стих. Пятый стих. Иоанн говорит, возлюбленный. Он снова, кстати, обращается к Гаю этим удивительным словом, говорит, возлюбленный, любимый мой, дорогой. Ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Что же такого Гай сделал для братьев и для странников, за что Иоанн так хвалит его? Он говорит, ты, как верный, поступаешь. Была группа людей, братьев, или здесь он еще говорит, братьев и странников, которые были абсолютно, скорее всего, не знакомы Гаю, но которые пришли на проповедь истины, проповедь Евангелия. Что Гай сделал? Гай принял их у себя. Он послужил им. И они, посмотрите, в шестой стих, он говорит, ты делаешь для братьев и странников, и они засвидетельствовали перед церковью от твоей любви. Это было их свидетельство. Я хочу здесь, кстати, отметить два момента, друзья. Я хочу отметить тот момент, что это были настоящие служители истины. Потому что, ну, есть куча разных шарлатанов. Это, ну, помимо того, что Иоанн писал во втором послании и в первом послании, да, что есть те, которые приходят, они не несут истины. Но здесь Иоанн говорит, смотрите, в седьмом стихе Иоанн говорит, они ради имени Его пошли. То есть ради имени какого? Они пошли ради имени Христа. Они пошли, чтобы истина об Иисусе Христе стала известна там, где ее еще не знали, где они еще не слыхали. Чтобы истина распространилась в разных местах. И это были настоящие служители истины. Гай принимает настоящих служителей истины. Но помимо этого, Иоанн очень четко отмечает, что Гай поступает верно по отношению к ним. Он говорит, ты поступаешь как верный. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для этих людей. Возможно, здесь Иоанн прямо напрямую не упоминает, что ты их принял у себя дома. Но 10 стих объясняет нам это. Посмотрите, в 10 стихе он говорит, если я приду, напомню о делах Диатрефа, которые он делает, понося над злыми словами и недовольствуюсь тем. И смотрите, и сам не принимает братьев и запрещает желающим или изгоняет из церкви. То есть, Диатреф делал совсем противоположное, а Гай принял этих людей у себя. Верность Гая. Верность Гая в том, чтобы послужить этим людям. Друзья, это верность, о которой говорил сам Иисус Христос. Я хочу, чтобы вы открыли Евангелие от Матфея. Открыть, пожалуйста, Евангелие от Матфея 25-ю главу. 25-я глава Евангелия от Матфея. В 34-м стихе Христос говорит такие слова. Матфея 25-34. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите благословенно отца моего, наследуйте царство, готовное вам от создания мира». Почему? Он говорит, потому что алкал я или я был голоден, и вы дали мне есть. «Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Смотрите, тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущими накормили или жаждущими напоили, когда мы видели Тебя странником, и приняли, или нагим, или одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, 40 стих, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Если вы посмотрите на Евангелие от Луки 16 главу, в Луки 16 главе, это чуть-чуть дальше, Третья Евангелие, в Луки 16 глава Христос рассказывает притчу. И в Луки 16 главе в 10 стихе по окончании этой притчи Христос говорит такие слова, в Луки 16, 10. Христос говорит, «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Итак, если вы в неправильном богатстве не были верны, кто поверит вам истинно? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. И дальше он говорит, «Не можете служить Богу и мамоне». Дорогие друзья, каждому из нас, каждому из нас Бог верил в временное неправедное богатство. Что значит неправедное? Неправедное значит, оно нас не делает ближе к Богу, то есть оно здесь земное, временное наше богатство или имущество. И через это имущество, через это богатство Бог учит нас верности, каждого из нас. И Бог хочет, чтобы мы с вами по примеру этого человека Гая принимали служители истины. Потому что таким образом мы становимся сработниками истины. Я так смотрю, вы, наверное, думаете сейчас, ну ты завернул, что ты совсем глубоко куда-то ты ушел. И я думаю, наверняка у вас возникает вопрос, как мы это можем делать сегодня? Ну каким образом мы можем сделать это сегодня? что Гай, ну тогда там были эти странствующие проповедники, да, они ходили, проповедовали, Гай поступил верно, он принял этих людей, он принял, дал им, оказал свою любовь, принял у себя дома. А мы-то сегодня что будем делать? Каким образом мы можем послужить каким-то проповедникам истины сегодня? Но опять же, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно дать ответ на то, кто сегодня характеризуется как служители истины, и как мы их можем принимать. Я надеюсь, что на первый вопрос дать ответ легко. Кто сегодня характеризуется как служители истины, друзья? Как вы думаете, кто это такие? Служители истины это те, кто что делают? Те, кто служат, или те, которые учат нас Слову, те, которые учат нас истине Слова Божьего. И здесь вы можете сказать, это и проповедь, и малые группы, и миссионерские поездки, краскосрочные, долгосрочные, что угодно. Здесь любое взаимодействие, тогда кто-то учит Слово Божьему. Это могут быть пасторы, могут быть обычные люди, но любой человек, который сегодня занимается преподаванием истины или преподает истину Слова Божьего. Хорошо, это служители истины, которые несут Слово истины. Как мы их можем принимать сегодня? Как нам принимать сегодня служители истины? Самое прямое применение, которое я вижу, это быть гостеприимными. Согласитесь? Просто принимать этих людей у себя. Есть такой журнал Баптист Пресс. Баптист Пресс провела опрос среди протестантских пасторов. Я не беру всех остальных, ни католических, никаких других. Среди протестантских пасторов провела опрос Баптист Пресс и обнаружила, что как минимум 55% пасторов время от времени чувствуют себя очень одиноко. Как минимум 55%. И парадокс. Чем больше церковь, тем более одинокими пасторы себя ощущают. Почему? Потому что нету, чтобы люди их звали к себе в гости. Нет гостеприимства где-то в каком-то месте. Гостеприимство может распространяться на приезжих гостей, на миссионеров, которые трудятся, которые доносят истину где угодно. Там, где нас нету, они несут это служение и мы можем быть гостеприимными. Но я хочу пойти чуть-чуть ближе к нашему контексту, друзья. Что по поводу малых групп или домашних групп по изучению Библии? Готовы ли мы пожертвовать своим домом, чтобы Бог использовал его для распространения истины? Готовы ли мы принять все издержки, которые связаны со встречей малых групп? Это побитые стены, грязные полы, порезанные диваны, костер почти сделали в доме. Это я как бы говорю то, что происходило у меня в доме, когда малые группы проходили. Но все остальное, готовы ли вы принять это как издержки того, что связано со встречами, для того, чтобы использовать то, что Бог верил для служения? Потому что Бог верил нам определенное имущество, и Бог спросит нас, насколько верно мы использовали это имущество для Его славы. Насколько верно мы используем его для того, чтобы служить, для того, чтобы принимать служителей истины, или тех, кто несет истину. Ну, здесь, конечно, можно добавить наше церковное здание, да, друзья? Кто готов потрудиться здесь в церковном здании? Мы же хотим, чтобы наша церковь была гостеприимным. Мы хотим, чтобы оно было гостеприимным зданием. Мы хотим, чтобы мы принимали здесь людей. Но здесь очень много труда. Здесь постоянно нужно что-то делать, здесь постоянно нужно что-то ремонтировать, Постоянно нужно где-то убирать и чистить. Но если пойти еще шире по применению, Бог ожидает от нас верности абсолютно во всем. Абсолютно во всем. Посмотрите, здесь Иоанн пишет Гаю. Гай, для меня очень важно видеть, что ты поступаешь как верный. Ты верный христианин. Ты верен в этом. Ты верен во всем. Как Христос говорит, ты был в малом верен. Вот в этом небольшом. И Бог ожидает от нас верности абсолютно во всем. Даже самое малое, что Бог верил нам, Бог хочет, чтобы мы использовали для распространения истины, для служения истины. Мне почему-то здесь всегда вспоминается пример маленького мальчика. Помните маленького мальчика, у которого было всего лишь пять хлебов и две рыбки? Когда ученики нашли этого мальчика с пятью хлебами и двумя рыбками, меня сказали Христу, Христос, ну что это такое? Ну что такое пять хлебов и две рыбки на это множество? Каким образом вообще это можно даже использовать? Христос говорит, не переживайте. Я могу использовать даже самое маленькое. Даже самое малое, что у вас есть, если мы посвящаем для Господа, Бог будет использовать. И знаете, очень часто люди используют разные схемы приоритетов. Они говорят, ну, я думаю, что на первом месте всегда должен быть Бог. На втором месте, люди говорят, должна быть семья. На третьем месте, что там, работа. На четвертом – церковь. На пятом месте – рыбалка. Что угодно. У кого-то меняется, у кого-то там на первом месте, они говорят, да, ну верующий человек, надо же, чтобы Бог был. На втором месте у меня будет работа, потому что работа важнее, чем семья, если я работать не буду, семья. И так далее. Приоритет у разных людей меняется. У меня всегда была проблема с такой градацией. Я никак не мог понять, ну что, если, допустим, где-то сейчас нужда больше, а у меня никак не попадает моя приоритет, ну я делать не буду этого тогда, да? Мы недавно вернулись с уикендера, были в Вашингтон, ДС. Интересно, там очень хорошую мысль сказал один из пресс-витеров. Он говорит, в центре у нас всегда Бог. Во всем остальном Бог ожидает, чтобы мы оставались верными. Во всем остальном. Бог хочет, чтобы мы были верными в том, что у нас есть. Это будет семья, это будет церковь, это будет работа, это будет наше хобби или что угодно. Бог хочет, чтобы мы в этом оставались верными. И тогда Бог будет использовать это для того, чтобы распространять истину Евангелия через нас. Итак, первое действие. Первое действие, которое мы должны предпринять, чтобы стать соработниками истины, это быть готовыми принимать служителей истины. Это, как можно сказать, как такое более узкое или более широкое, быть верными тому, что Бог нам верил, быть верными в том, что Бог нам дал. Можно принимать их буквально у себя дома, а можно быть именно верными в смысле использования того, что Бог нам верил. Но есть еще одно действие, как я сказал, есть второе действие, которое Иоанн говорит здесь Гаю. Второе действие. Посмотрите вторую половину шестого стиха. Второе действие начинается со второй половины шестого стиха. Иоанн говорит, «Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Интересно, Иоанн не только похвалил Гая за все, что он делал хорошо, он не только сказал, «Молодец, Гай, замечательно, очень правильно поступил, принял этих людей, принял этих служителей истины, чтобы они распространяли истину». Но он говорит, «Но сделай еще что-то». Он поощряет тому, чтобы Гая не отпускал этих братьев просто так. Он в пятом стихе говорит, «Ты уже поступаешь, как верно». А в шестом стихе говорит, «Но ты хорошо поступишь еще, если сделаешь кое-что еще». И к чему он призывает его? Какие определенные действия призывает его Иоанн? Он говорит, «Будет хорошо, если ты отпустишь их, как должно». Вот это слово «отпустишь» буквально означает «отправишь в путь». «Отправишь в путь», а слово «должно» еще можно перевести как «достойно». То есть по-другому можно это предложение прочитать. «Ты хорошо поступишь, если отправишь их в путь достойно». «Хорошо поступишь, если отправишь их достойно». Тогда возникает вопрос, «Достойно чего?» Что значит «достойно?» Для кого-то будет достойно, для кого-то недостойно. Как нам узнать, достойно чего?» Иоанн отвечает на этот вопрос. Он говорит, «Хорошо, если ты отправишь их в путь достойно кого?» Или чего? Или чего? Видите? «Достойно» «Кого?» «Самого Бога». Абсолютно точно! «Достойно» «Самого Бога». Я, когда об этом прочитал, подумал, Иоанн, довольно высокая планка. Отправляя их в путь, позаботься о них, как о самом Боге. Уоррен Уирсби в своем комментарии на 3 Иоанна пишет такие слова интересные. Он говорит, «Мы больше всего похожи на Бога, когда жертвуем ради служения другим». В Колоссянам 1.10 сказано, «Чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему». И Уоррен продолжает, «Поскольку эти служители представляли имя Господа, любое служение этим людям было на самом деле служением Христу, служением самому Богу». Я, когда прочитал этот текст, сразу вспомнил пример Авраама. Помните, когда к Аврааму пришли три путника? И Авраам побежал, поприветствовал их, пригласил себя в шатер, говорит, «Садитесь, я вас приму». Приготовил им обед, дал им возможность отдохнуть. И посланник евреям так описывает эту ситуацию. Евреям 13 глава, 2 стих. Говорит так, «Странолюбие не забывайте, ибо через него, через принятие странников, некоторые, некоторые имеются в виду Авраам, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Мы должны служить, или, точнее, скажем, Иоанн призывает здесь Гая, чтобы он послужил этим людям так, как бы он послужил самому Богу. Но почему? Почему он им говорит, почему им нужно так позаботиться? Почему Иоанн говорит Гаю, что ты должен так позаботиться об этих людях? 7 стих отвечает на этот вопрос. Посмотрите, 7 стих говорит, «Потому что они ради имени Его, то есть ради имени Господа, ради имени Христа, пошли на служение, не взяв ничего от язычников». Интересное слово «язычников» еще можно перевести как «местных» или тех, которые просто там живут, нечестивые, неверующие люди, тех, кто безразличен к истине. Дорогие друзья, я хочу сделать очень важное заявление. Очень важно. Послушайте. Служение истины не делается через поддержку неверующих людей. Служение истины всегда распространялось через поддержку других христиан. И в Писании много этому примеров. Например, Христос говорит в Евангелии от Луки в 10 главе. Если вы опять откроете Луки 10 главу. Луки 10 глава, 7 стих. Мы с вами читали до этого 16 главу. В 10 главе Луки, в 7 стихе, Христос, отправляя учеников проповедовать, Он говорит, «В том же доме оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, первое послание к Коринфянам, 9 глава, апостол Павел пишет опять же о том, каким образом были поддерживаем служители. Первое, по Коринфянам, 9 глава, в 7 стихе апостол Павел пишет такие слова. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» И дальше он говорит, по человеческому ли рассуждению только я это говорю? Не так же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вола молотящего, а в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. И так для нас написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Послание Галатам, 6 глава, 6 стих, тоже очень известный стих, наставляемый словом «Делись всяким добром с наставляющим». Дорогие друзья, настоящее служение распространения истины не делается через государственную поддержку. Не делается. Государство никогда не поддержит распространение истины. Мир не поддерживает истину. Мир будет поддерживать свою программу. Мир будет поддерживать свои идеологии. Мир будет поддерживать что угодно, но не проповедь истин. 20 лет назад одна церковь получила грант, грант на 100 миллионов долларов, чтобы в течение следующих 10 лет развивать отношения с мусульманами. Дорогие друзья, вот только в таком случае вы сможете получить поддержку от государства. Только в таком случае, если вдруг вы перестанете нести истину. Пока вы несете истину, государство никогда не будет поддерживать этого. У государства свои правила, кого они поддерживают и кого они хотят поддержать. И лжеапостолы на этом живут. Лжеапостолы идут ради наживы, ради денег. Лжеучителя сегодня. Сколько таких людей, которые поддаются на уловки лжеучителей, которые говорят, пришлите нам деньги, а вам вернется в 150 миллионов раз больше. Пришлите нам что-то, а вам Бог даст еще больше. И люди отдают последнее, отдают последнее, чтобы эти лжеучителя просто на них наживались. Но служители истины несут истину Евангелия, зная, что этот мир не будет их поддерживать. Именно поэтому Иоанн здесь пишет Гаю, они ради имени пошли, не взяв ничего от язычников. Ничего. Они не поддерживают распространение истины. Именно поэтому есть церковь. И есть верующие люди, которые призваны оказывать достойную почесть тем, кто трудится в слове. 1 Тимофея. 1 Тимофея, 5 глава. 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел пишет такие слова. Достойно начальствующим пресвитерам должен оказывать сугубую. Вот это слово «сугубую» буквально означает «двойную». Сугубую честь. Особенно тем, которые трудятся в слове учения. Ибо Писание говорит «не заграждай рта у вола младящего, трудящийся, достойный награды своей». Друзья, опять же, возвращаясь к прошлому уикенду, когда мы побывали в церкви, в связи с тем, что мне приходится работать с финансами, делать бюджет, я сходил на один семинар, который проводил у них административный пастор. И он говорил о том, как строить бюджет по-библейски. Он сказал такую интересную истину. Он говорит «ну наш бюджет в церкви, у нас церковь 750 членов, наш бюджет в церкви примерно 4 миллиона. 4 миллиона в год, не в месяц. 4 миллиона в год бюджет в церкви 750 членов». Но, говорит, меня вот эта цифра, говорит, абсолютно не беспокоит. Если, говорит, мы составим бюджет на 4 миллиона, а на следующий год люди пожертвуют только 3 миллиона. но при этом я знаю, что люди были верными в том, как они жертвовали, при этом я знаю, что они были послушными в том, что они делали. Он говорит «слава Богу, 3 миллиона, хорошо, мы будем жить на 3 миллиона». Но если будет другая ситуация, если мы сделали бюджет на 4 миллиона, но люди в церкви пожертвовали 5 миллионов, ну, казалось бы, нужно радоваться, но при этом, говорит, я знаю, что люди не были верными, что люди не были послушными, что они не отнеслись к этому верно, что были какие-то отдельные люди, которые пожертвовали больше, но при этом вся остальная церковь не была верна. И он говорит «меня это будет огорчать гораздо больше, чем если бы мы собрали 3 миллиона». Друзья, это очень ценный момент. Опять же, Иоанн призывает Гая к тому, чтобы он был верным в том, как он принимает этих людей и в том, как он их посылает, или в том, как он оказывает им особую честь. Он говорит «я хочу, чтобы ты позаботился, чтобы ты позаботился так, как бы ты позаботился о Боге Саму, об Иисусе Христе, если бы Он только пристал при тебе». Как ради Него? Ради того, как будто бы Он был. Интересно, в 8 стихе Иоанн делает этот вывод. Мы с него начали, я хочу им закончить. Смотрите, Иоанн говорит «Итак, мы должны принимать таковых». Если мы хотим сделаться с работниками истины, то мы должны. Это не просто пожелание. Он говорит «мы должны принимать таковых». Интересно слово «принимать». Принимать, ну по-русски что тут такого? Принимать значит принять. Но если сравнить, корень вот этого слова «принимать» тот же самый корень, как слово «взяв» из 7 стиха, только с приставкой. Там приставка есть греческая «хупо» или «под». Так вот, здесь Иоанн говорит, вы должны как бы их принимать, но не совсем то, чтобы принимать, а «под» как бы взять или «поддержать». Я думаю, подумал, что русское слово «поддержать» наверное, будет лучше всего. «Под» — это приставка, и как бы взять. Потому что взять — это что-то держать в руках. То есть буквально участники в распространении истины должны поддержать этих людей. И, друзья, мы с вами становимся участниками в распространении истины только в двух случаях. Если мы сами идем, проповедуем истину, говорим ее, это очень важно, это очень нужно. И второй момент, если мы поддерживаем, когда мы оказываем гостеприимство или достойную честь, тем, кто проповедует истину. И, конечно же, это в первую очередь относится к тем, кто проповедует истину нам, тем, кто делится истиной с нами, делится истиной здесь, в церкви. И это распространяется дальше на нашу поддержку миссионеров, которых мы как церковь готовы поддерживать, и на всех остальных людей, кого мы хотим поддерживать. Потому что через это истина распространяется, когда мы принимаем их, когда мы здесь готовы принять, и когда мы поддержим или когда мы заботимся о них, особо оказывая честь. Интересно, что Писание говорит, что мы будем соучастниками. Иоанн говорит, что вы будете соучастниками. Он говорит, вы сделаетесь поспешниками или сделаетесь соработниками в истине. Мне очень нравится, как Евангелие от Матфея в 10 главе. Матфея 10 глава. Христос говорит очень хорошую вещь в отношении того, кто что-то делает вместе с кем-то. Смотрите, Матфея 10 глава, 40 стих. Матфея 10, 40. Христос говорит, кто принимает вас, вас это кого? Верующих. Принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. И дальше он говорит, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Друзья, мы делаем это. Мы принимаем служителей истины. Мы оказываем особую честь ради Евангелия. Ради того, чтобы истина распространялась. Чтобы нам стать соучастниками в этой работе. И чтобы нам, как Христос здесь говорит, чтобы получить награду. Получить награду вместе с теми, кто несет эту истину. Далеко не каждый может поехать куда-то далеко и стать миссионером в распространении истины. Но мы можем принимать этих людей, мы можем поддерживать, мы можем оказывать им особую честь. В этом задача христиан. Мир никогда не будет таких людей поддерживать. Мир никогда не будет поддерживать пасторов, проповедников, которые здесь проповедуют истину. Для них эти люди никогда не будут правильными. Это все делается только через церковь. Ну и, конечно же, я не могу не обратиться к тем, кто сейчас сидит и думает, ну, что если я открою свой дом, у меня будут собираться люди, будет проповедоваться истина. Помимо этого я могу еще кого-то поддерживать. Но при этом я сам в это не верю, оно само мне не так важно. Но при этом я как бы послужу. Знаете, так многие люди думают. Многие люди думают, если я куда-то пожертвую деньги, или если я кому-то дам деньги в церковь, или на строительство церкви, на что угодно, Бог это вот зачтет мне, Бог учтет. А если помимо этого я еще открою дом, еще у меня люди будут собираться, наверное, Бог это точно учтет. Хочу сказать тебе, дорогой друг, что нет. Если ты это сделаешь, но при этом ты сам Бога не знаешь, если ты сам не доверил свою жизнь Иисусу Христу, это все будет бесполезно для тебя. Если только, когда к тебе придут люди, которые будут проповедовать истину, истины не коснется тебя. Но я хочу сказать, если ты сегодня сидишь и слушаешь и говоришь, ну, это все не мое, это все не для меня, это все не нужно мне. Я только хочу каким-то образом заслужить себе спасение. Я хочу что-то сделать, чтобы мне заслужить. Послушай, дорогой друг, тебе не нужно заслужить спасение. Христос уже все сделал. Христос уже заслужил. Именно поэтому мы верующие принимаем тех служителей истины, потому что Христос уже служил, чтобы они шли и несли эту истину. Тебе все, что нужно сделать, прийти ко Христу, бежать к Нему за спасением. И только тогда ты сможешь быть тем человеком, который сможет принимать служителей истины ради распространения истины. И, соответственно, поддерживать для того, чтобы истина распространялась, и Бог через тебя будет действовать. Поэтому приди к Нему сегодня. Дорогие друзья, пусть Господь благословит. Я хочу сегодня еще раз сказать, пусть Господь благословит каждого из нас. Мне интересно, что в самом конце Иоанн, когда говорит этот вывод, в 8 стихе 3 Иоанна, он говорит, «И так мы должны принимать таковых». Иоанн себя не исключает. Казалось бы, Иоанн мог сказать, «Ну, я-то уже старец, я-то уже давно все узнал». Он говорит «мы». Он включает себя в это число. «Мы должны принимать». Друзья, каждый из нас, никто не исключение. Мы должны принимать, мы должны поддерживать, и мы должны служить таким образом распространению истины. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Господь наш, дорогой, благодарим Тебя, что истина, она не зависит от нас. Что истину, Господь, Ты принес, и она уже есть. Что истина не находится в нас. Что истина в Тебе, Господь. Но когда мы приходим к истине, когда мы познаем истину, когда мы пропитываемся истиной, когда мы приходим к Тебе, доверяем свою жизнь, тогда мы можем начать ходить в истине. И начав ходить в истине, Господь, у нас есть эта замечательная возможность стать соработниками в распространении истины. Господь, я очень прошу Тебя о каждом человеке, который здесь сейчас находится. Ты знаешь сердце каждого, Господи. Ты знаешь сердца тех, которые еще не знают Тебя. И я очень прошу, Господь, коснись их. Измени их сердце. Чтобы они не пытались заслужить свое спасение какими-то делами, даже пусть хорошими делами, тем, что принимают кого-то у себя или помогают кому-то, поддерживают. Господь, сохрани любого от этого. Я также молюсь Тебе, Господь, о каждом, кто сейчас здесь сидит и понимает, что мы можем служить больше. Ты верил нам так много, Господь. У нас так много благословений от Тебя. У нас такие возможности, которых не было никогда вообще в истории всего христианства. Но помоги, чтобы христианство стало для нас практичным, Господь. Благослови, чтобы практика христианской жизни была реально в нашей жизни, Господь. Чтобы мы жили тем, что мы проповедуем и тем, что мы исповедуем. Господь, я прошу Тебя о каждом. Используй нас. Используй все, что у нас есть. Помоги нам быть верными в том, что Ты нам верил. Во имя Христа просим. Аминь. Аминь.